всем привет спешу поделиться новым рецептом для цветов силиконовых формах этот крем можно использовать не только для приготовления цветов разные фигурки элементы с помощью силиконовых молдов если вам интересно смотрите дальше нам понадобится сливки любой жирности сыр маскарпоне сгущенное молоко растворимое кофе к нему я добавляю совсем немного горячей воды чтобы можно было растворить перемешать сливочную смесь надо подогреть добавить молочный шоколад добавляем кофе ты заранее замочила желантин в холодной воде он у меня набух его надо подогреть и растопить перемешать до однородности и добавить в основную смесь эту смесь надо перебить блендером до однородного состояния через мелкую сито пропускаю чтобы масса была однородная масса получается нереально ароматная кремовая берем силиконовые молды какие у вас есть подходит эта масса для любых молдов наполняем в молды когда масса жидкая наполняем примерно до половины немного отстукиваем чтобы крем мог попасть все мелкие отверстия в молдах потом молды ставим морозилку любые кремовые желейные цветы наподобие такого рецепта как у меня лучше заморозить до состояния крепкой стабильной массы не прям в камень заморозить это уже будет слишком и можно так испортить молд но так чтобы цветы были замороженные стабильные они не шевелится не эластичные в том моменте когда мы достаем тогда без проблем вы достанете из любой формы без дефектов если просто поставить в холодильник до стабилизации то есть молды которые с очень тонкими лепестками цветов и из них очень трудно достать может где-то какой-нибудь лепесток оторваться любые кремовые эластичные цветы лучше подморозить на два-три часа и потом доставать из молда если у вас молд позволяет у него есть достаточно большое отверстие то можно наполнить с начинкой эту розу я наполнила с карамелью я на видео вам показываю не полностью подмороженные я примерно на час поставила в морозилку и они еще немного вот такие эластичные можно даже дольше подержать и тогда будет более уверенность что с цветами ничего не произойдет чем меньше в массе желантина тем сложнее достать из формы не замороженные изделия если взять очень плотную кремовую массу добавить много желантина чтобы масса была прям такая крепкая упругая стабильная тогда конечно и не замороженные цветы легко отсоединяется от молдов но это уже будет более желейные цветы они кремовые цветы мне хотелось сделать конкретно чтобы эти кремово-желейные цветы были более кремовые и менее желейные они по вкусу как бы есть желантин в то же время они более такие нежные похожие на шоколадный десерт этот крем даже идеально подходит для фигурок фигурки тоже будет держать хорошо форму визуально очень красиво выглядит естественный такой карамельный цвет а вот эту розочку из розового силиконового молда я слишком мало подержала в морозилке примерно 30 минут и она видите эластичная не особо хочет отсоединяться тонкие лепестки от молда поэтому надо обязательно подморозить до стабильного состояния вот видите лепестки не отходят они там где-то цепятся и срываются те цветы которые не получились просто растапливаем до однородного состояния и заполняем молд повторно только имейте ввиду когда вы крем повторно подогреваете не грейте его слишком долго чтобы он там не был горячий а только просто чтобы он растопился до жидкого однородного состояния жидкость немного испаряется каждый раз когда мы подогреваем если розочку мы наполнили достали потом растопили и наливаем заново нам может не хватит совсем немного крема и вот добралась до самого капризного молда который у меня есть это вот этот зеленый его трудно наполнить чтобы по бокам все лепестки наполнились как надо обычно там где-то остаются пустоты так как лепестки очень и очень тонкие там надо с палочкой зубочисткой помогать этому крему наполняться по бокам обычно у этой формы у меня по бокам эти лепестки срываются но это как бы ничего страшного лишние которые оторвались мы снимаем так цветочек все равно получается достаточно красивый цветы когда полностью согрелись можно сказать так согрелись при комнатной температуры после морозилки они очень эластичные очень нежные но в то же время очень хорошо держат свою форму как я сказала мне этот крем напоминает шоколадный десерт вот был такой в детстве шоколадный десерт который подавался такой кубик с киселем вот прям вкус напоминает вот такой десерт он не настолько желейной как обычно готовят вот такую массу для цветов этот рецепт получается менее желейные но в то же время хорошо держит форму фигурки вообще достается без проблем конечно если вы будете готовить какие-то сложные фигурки которые идут высоту тогда посередине надо будет добавлять какую-нибудь спашку чтобы фигурка не шевелилась просто шикарные ароматные цветы по вкусу прям идеальные для любителя кофе конечно если вы хотите готовить фигурки или цветы из этого рецепта для детей тогда просто не добавляйте кофе вместо кофе можно добавить какао порошок также развести в горячей воде а можно просто убрать кофе и другой ничего не добавлять кофе тут служит только как вкусовая добавка так что можем кофе заменять на любой другой вкус а если формы позволяет наполняйте с начинками будет вот просто шикарно получится не только красиво но и максимально вкусно так как дополнительно внутри будет начинка к примеру шоколадная жидкая может быть карамельная если готовить без кофе такую массу можно любую ягодную начинку добавить полностью замороженную кладем в крем как вы видите из этой массы можно готовить различные элементы с помощью силиконовых молдов маленькие декоры 3d 2d вот у меня мишка очень хорошо держит форму конечно при комнатной температуры если поставить то эта масса станет более нежная чем только из холодильника она станет еще более такая мягкая это надо иметь ввиду но она не растает если просто поставить при комнатной температуры этот крем не растает он просто станет более нежной более мягкий прям вот идеальный декор дополняет не только торты но и к примеру вот такой набор из макарон и кофейных цветов если вам понравился видео ставьте лайк подписывайтесь комментируйте жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео рецепты эксперименты всем пока